Спасение утопающего, взрыв бытового газа, аварии, наводнения и пожары, потерявшиеся люди и упавшие деревья, даже захлопнувшаяся металлическая дверь в квартиру, для этих мужчин нет ничего невозможного. Нужна серьезная, мобильная организация, которая бы занималась не только битьем по хвостам или ликвидацией последствий катастроф, но и занималась предупреждением, занималась прогнозом. Из-за участившихся ЧАЭС в начале 90-х годов в России была создана Западно-Сибирская поисково-спасательная служба. Одноименный спасательный отряд в Алтайском крае ведет свою историю с 92-го года. Зона ответственности Алтайский край, в случае крупномасштабных ЧАЭС Сибирский федеральный округ. В отличие от бойцов городского и краевого спасательных отрядов, поисково-спасательный отряд МЧС имени Патриарха Западно-Сибирской спасательной службы Виктора Зюкова исколесил всю Сибирь. Спасатели искали пропавший самолет в Междуреченске, доставали людей из-под завалов в Нефтегорске, разгребали обломки Бильтира, ликвидировали последствия гидроудара на Саяно-Шушенской ГЭС, доставали пассажирский катер с запредельной глубины Телецкого озера. В России из такой глубины судоподъемов, насколько я знаю, не было. То есть со 100 метров поднимали, но с 230, по-моему, еще ни разу ничего не поднимали. Сегодня западно-сибирский поисково-спасательный отряд состоит из трех подразделений, в которых трудятся 46 человек, объединенных одними общими принципами. Граждычивость, доброта, сопереживать людям. Обязательно поздравьте спасателей с их праздником. Но лучше мысленно, не дожидаясь, когда они приедут к вам лично. Вот такая профессиональная шутка от представителей одной из самых героических профессий. Хилл Ширин, Наши новости.